Основные работы по линейной части газопровода Сила Сибири выполнены и продолжается строительство сопутствующих объектов. Так, в Алданском районе строят линейное производственное управление. Этот объект будет отвечать за безаварийную и безостановочную эксплуатацию газопровода. Также на территорию будет все необходимое для комфортного проживания персонала. Это обещание, столовая, спортивно-оздоровительный комплекс, собственная котельная. Не менее важный объект в Алданском районе – компрессорная станция номер 4. Она первая из тех, которые будут построены в Якутии. Названо имени Иоанна Москвитина в честь казаков, которые осваивались в Восточную Сибирь. На данном объекте будут задействованы и построены четыре агрегата мощностью по 16 мегаватт. Уралы от отечественного производства, общесуммарная производительность 64, соответственно. В составе объекта будет находиться общежитие на 100-150 человек, задействованного в эксплуатации этого объекта. Соответственно, не только компрессорные станции, но и приграничных линейных участках, соответственно. Здесь будет вся инфраструктура для этого выполнена. А в Нерюнгринском районе также возводят линейное производственное управление. Готовность объекта – 68%. База будет готова в третьем квартале следующего года. На данном объекте уже сегодня сформированы полностью здания и закрыты тепловые контура на административно-бытовом корпусе, на столовые 50 мест, на общежитие на 150 мест и заканчивается закрытие теплового контура у нас в спортивном комплексе. Это будет большой спортзал, который в себя включат мини-футбольное поле, баскетбольное поле, волейбольное поле. Напомню, в мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация подписали 30-летний договор купли-продажи российского газа. Транспортировать его будут из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Договор предполагают поставку в КНР 38 миллиардов кубических метров газа в год.